Почему мир ненавидит евреев? До меня на этот вопрос уже отвечало много образованных и авторитетных людей. Написано множество книг и монографий, в основе которых озвучены как исторические, так и современные причины. А потому едва ли мое исследование будет идеологической инновацией. Однако, ввиду того, что этот канал об истории иудеев и их культуры, обойти эту тему я просто не могу. Ксенофобия – понятие многогранное и включает в себя много различных форм неприязни и ненависти. Таких как расизм, русофобия, антиамериканизм, исламофобия и много чего еще. Но в отличие от всех остальных фобий, похоже, что именно антисемитизм выходит на печальное первое место по степени ксенофобной узнаваемости. Причин неприязни людей к евреям много, большая часть из которых строятся на предубеждениях. Я коротко озвучу лишь некоторые и отвечу на вопрос, насколько справедливо и обосновано, и обосновано ли вообще презрительное отношение людей к еврейскому народу. Если брать в качестве примера европейский континент, то еще со времен Средневековья многие из евреев занимались ростовщичеством и весьма успешно. Католическая Европа это осуждала. Быстрое обогащение за счет спекулятивных сделок и повышенных процентов, безусловно, раздражали тех, кто пользовался их услугами. Спору нет. Евреи всегда умели считать деньги и приумножать их успешнее, чем кто-либо другой. Вспомните притчу Христа о десяти минах. Заем в сто процентов не казался устроенным на тяжелых условиях. Если пять талантов давали другие пять талантов, это еврея не удивляло, но он стремился к тому, чтобы одна мина приносила ему десять мин. При этом сегодня все спекулятивные сделки, совершаемые на фондовых биржах, заточены под похожий параметр. Если так, то при чем тут евреи? Их обвиняют в жадности. Послушайте, ну в каком народе нет скупых и прижимистых? Безусловно, есть такие и среди евреев, но уж точно их не больше, чем в других народах. Может ваш опыт в этом плане отрицательный, а может вам кто-то сказал, что все евреи коростолюбивы, и вы поверили в это и поспешили передать другим? В этой связи скажу, что все те евреи, которые встречались мне на жизненном пути, были бесконечно добры и бескорыстны, независимо от того, верили они в Христа или нет. А наш последний визит в Израиль только подтвердил эту истину. Поэтому, опираясь на личный опыт, страшная история всеобщей еврейской жадности не соответствует действительности. Другим раздражающим фактором является обособленность евреев от народа, среди которого они живут. Исторически посторонних в свой круг они принимать никогда не спешили. Да и войти в этот круг могли, наверное, лишь люди с еврейскими корнями. Кроме того, ортодоксальных евреев было крайне тяжело обратить в религию титульной нации. Нежелание принимать христианство стало одной из причин сильных гонений евреев в Российской империи на протяжении XIX века. В результате чего территорию российского государства покинуло более двух миллионов человек. Но и в Европе им было тоже непросто. Такие страны, как Польша, Испания, Франция, Румыния, Великобритания, Германия на определенных этапах истории как минимум создавали различные ограничения для еврейского населения. Еврейская самобытность нервировала тех, среди кого они жили. Сегодня большая часть евреев, особенно в западных странах, ведет светский образ жизни, и они почти ничем не отличаются от других людей. Но ортодоксальные иудеи, коих сегодня по осторожным оценкам насчитывается не менее 20% от общего числа евреев в мире, конечно же отличаются принципиальностью в одежде, в питании, внеукоснителем соблюдения еврейских праздников, субботы и традиций. Эти особенности еврейской самобытности особенно раздражали государства, где основной религией являлось христианство, имевшее куда больше морально-нравственных послаблений, чем иудаизм. Справедливости ради стоит отметить, что в то время, как многие европейские нации сегодня утрачивают свою национальную идентичность, обособленность евреев, связанная с их уникальными религиозными, историческими, языковыми и культурными особенностями, которые передаются из поколения в поколение, позволяет сохранять генетический код еврейского этноса. Следующая причина родом из тенденциозных мистификаций о том, что евреи правят миром. Это предположение возникло в связи с тем, что за последнее время в политической и экономической сферах заметно увеличилось число влиятельных личностей еврейского происхождения. Посмотрите на эти лица. Как бы вы к ним ни относились, это далеко не глупые люди, которые во многом заняли свое место под солнцем благодаря своему уму. Действительно, среди успешных предпринимателей и политиков значительное количество евреев. Кроме того, часто можно заметить, что уровень благосостояния еврейских семей чаще выше, чем у нееврейских. С одной стороны, это, безусловно, может вызывать подозрения. С другой стороны, стоит ли этому удивляться, если сухая статистика доказывает, что наибольшее рвение и страсть к учебе проявляют именно евреи. Родители стремятся, чтобы их дети получили самое качественное образование и помогают им активно развивать свои интеллектуальные и творческие способности в самых разных направлениях. Альберт Эйнштейнч и достижения известны всем, Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, Карл Эйнштейнер, открывший группы крови, Ласло Биро, изобретатель шариковой ручки, ну и те, кто сегодня живут среди нас, Цукерберг, Спилберг, Натали Портман и многие другие, все они имеют еврейские корни. А потому, будь на самом верху больше немцев или, скажем, китайцев, то я просто уверен, что в мировом заговоре стали бы обвинять уже их. Следующие факторы неприязни имеют под собой библейскую основу. И одним из таких факторов является раздражение людей относительно богоизбранности евреев как народа. Несмотря на то, что это утверждается Библией, далеко не все готовы признать эту истину. «Ибо вы, народ Господний, из всех народов на земле Господь Бог избрал вас своим народом, лишь ему принадлежащим. Почему же Господь избрал именно вас? Не потому, что вы такой многочисленный народ, ведь вы малочисленны по сравнению с другими народами. Но Господь своей великой силой вывел вас из Египта, освободил из рабства, освободил из-под власти фараона, царя египетского. «Ибо Господь любит вас и хочет сдержать обещания, данные вашим предкам». Несмотря на то, что вопрос богоизбранности не является предметом исследования данного видео, «Считаю необходимо упомянуть, что на этот счет есть мнение, что евреи утратили ветхозаветную богоизбранность, будучи уравнены Богом со всеми остальными нациями и народами, о чем сообщает послание Колоссянам. Так что нет разницы между иудеями и язычниками, между обрезанными и необрезанными, между варваром и дикарем, между рабом и свободным человеком. Только Христос важен и воплощен во всех верующих». Евреев обвиняют, что они твердят о своей исключительности. Ну, послушайте, безо всякой Библии о своей исключительности говорили и говорят другие народы, или как минимум их представители. Почему же никто не поднимает по этому шум? Думаю, вы сами догадываетесь, почему. Одним из самых ранних событий, которое превратилось в основной исторический признак антисемитизма, явилось распятие Иисуса Христа. Христианская церковь обвинила евреев в богоубийстве. Фарисейскую кровожадность католики распространили на весь еврейский народ. Если отложить истерики в сторону и спокойно прочитать Евангелие, становится очевидно, что распяли Христа римляне, но искали смерть и мессии и создавали все условия для казни иудейские религиозные вождей и та часть народа, которая, безусловно, им поверила. Однако это обстоятельство, на мой взгляд, не служит поводом для коллективного обвинения тех евреев, которые живут сегодня, тем более, что многие из них уже приняли Иисуса Христа и презираются иудейскими ортодоксами. А кроме того, в общем целом распяли Христа не евреи, а все мы. Земная греховная природа не знает ни языка, ни цвета кожи, ни нации. Ею пропитано все человечество после духовного падения Адама. А потому греховность иудеев не больше греховности остальных народов, ведь Христос умер не только за грехи евреев, а за грех мира. Поэтому для нас, язычников, в послании к римлянам есть очень важный текст. «Не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Изучите контекст 11 главы. Помимо озвученных, есть множество других причин антисемитизма. Не вижу смысла перечислять их, так как они с легкостью могут быть применены к любому другому народу. Я лишь задамся вопросом, в чем тогда изначальные истоки всех бед, которые валились на головы евреев на протяжении последних 30 веков. Вспоминая иудейскую историю, всегда причина одна – отступничество и грех. Наказанием за это сперва были враждебные народы Ханаана, Ассирия, Вавилония, Римская империя и арабские народы. Это были великие бедствия, которые переживали евреи за грехи своих предков. А потом Христос пришел к своим, а свои его не приняли. Еврейский Бог воплотился в тело живого человека, но они не признали в нем Мессию. Позже народ на суде Пилата прокричал страшные слова «кровь его на нас и на детях наших». Какая была расплата, помимо прочего, за добровольное принятие на себя такого страшного проклятия? Разрушение еврейской святыни, коим являлся храм, и полная утрата политической и территориальной самостоятельности более чем на 2000 лет. Евреи много страдали и, к сожалению, вероятно, еще будут страдать, что также является причиной ненависти к ним из-за репутации вечных страдальцев, как утверждают некоторые. Похоже на порочный круг – ты виноват, потому что ты существуешь. Однако, какими будут последствия за отступничество, Бог сообщил израильтянам задолго до явления Христа и появления новозаветных текстов. Вот кое-что из книги «Второзаконие». «Но если не будешь исполнять то, что Господь Бог говорит тебе, если не будешь исполнять все его заповеди и законы, тебя будут презирать и над тобой будут насмехаться. Ты будешь отвратителен всем тем народам, которым уведет тебя Господь». Так может, вот в чем причина нестихающего в мире антисемитизма, презрения, насмешек и анекдотов про евреев, тех народов, среди которых они живут. Вообще ненавидеть кого-то плохо по определению. Тем более, антисемитизм или какая-то другая фобия чаще всего основаны на предрассудках и предубеждениях, как правило, ложных. Если вы христианин или христианка, и вы презрительно относитесь к какой-либо расе или нации, будь то евреи или армяне, русские или таджики, мексиканцы или люди с черного континента, «Боритесь с этим злом с помощью Господа». Апостол Павел, которого неоднократно избивали сперва за то, что он еврей, а потом за то, что он христианин, в послании к Колоссянам пишет. «Возлюбленные братья, всегда стремитесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь гневу с легкостью, ибо гнев людской мешает жить праведно, как это угодно Богу. Так отрекитесь же от всякой нечистоты и зла вокруг, и примите скротостью учения Божьи, насаждаемые в сердца ваши, ибо оно может спасти ваши души». Субтитры создавал DimaTorzok